Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий большой вопрос. Многие говорят о большой значимости святой воды, крестика, освящения зданий, вербы, праздничных куличей. Но я не понимаю, что они могут дать. В голове крутится мысль, что по идее должна быть только молитва, а важнее нее ничего нет. Но раз она позволяет общаться с Богом, исследовать пути самосовершенствования, то какой пророк в материальных вещах и некоторых ритуалах? Складывается впечатление, что православная церковь входит только ради этого. Думаю долго, никак не могу понять. Хороший вопрос. Давайте подумаем вместе. Не знаю, долго ли, быстро ли, но попытаемся понять. Тут, правда, смешано все. И таинства, и обряды, и духовное материальное, и куличи, и крестики, святая вода, и освящение помещений. Хотя освящение помещений не тождественно освящению воды. Но если воду мы осветили, вода становится святой, мы по утрам пьем ее натощак. Если мы осветили помещение, это не значит, что обои, стол, линолеум и пластиковые окна становятся святыней. И в случае их замены теперь надо будет их мелко нарезать и по утрам съедать, пока все это не съешь. Освящение домов – это посвящение Богу того помещения, в котором живешь. Освящение автомобиля – это посвящение Богу колесниц, на которой ездишь и надеешься, что Господь будет с тобой. Только тебе надо что в помещении, что в автомобиле не материться, не ругаться. Пути твои должны быть праведными в этих домах. Тогда Дух Божий будет в нем и с тобой. По сути, освящение домов и автомобилей – это благословение твоей жизни и твоих поездок. Читаются молитвы не о доме, а о тебе, живущих в нем. Не об автомобиле, а о тебе и твоих близких, которые ездят в ней. Куличи – это вообще обыкновенная еда, освящение которой просто лишь свидетельствует о том, что ты получаешь право, наконец-то, его вкушать со спокойной совестью. А то, знаете, многие в Великий пост постятся, как в анекдоте. Слушай, дружище, а когда Великий пост оканчивается? Ну, чтобы мясо можно было спокойно есть. Ну, вот там через месяц. А ты что, мясо не ешь? Да ем, но как-то неспокойно. И вот неспокойные христиане, наконец-то, могут спокойно вкушать освященные куличи. В молитве на освящение яиц и куличей мы молимся на то, чтобы Господь просто благословил с ней, деси, и нас. По сути, степень освящения такая же, как степень освящения хлебов на практически каждом сеночном бдении, когда мы молимся о том, чтобы Господь умножил хлеб, вино, пшеницу, зелей в храме сей, обители сей и в граде сей, и нас, вкушающий от них, осветил. А теперь переходим к вопросу, а зачем вообще вот это всё? Знаете, если бы мы были бесплодными духами, вот вне тел, то и мы бы созерцали суть вещей, суть явлений, духовным взором, без вот этими очами, не надо было использовать там ни обоняния, ни какие-нибудь тактильные ощущения и прочие органы чувства, то и не надо было никакой материи. Но Христос есть Спаситель тела, говорит об этом со всей уверенностью апостол Павел. Тела – наша суть храма Духа Божьего. Тела наши освящаются, и вся материя освящается. Поскольку мы участники духовно-материального мира, то освящаем молитвой и Духом Святым не только наши души, но и наши тела и всё то, что нас окружает. Есть у материи способность быть вместилищем Духа Святого, как храм – особое место, где живёт Дух Святой. Тела наши – суть храма Духа Святого. Потому, кстати, в скобочках отмечу, мы не должны блудить, ибо тела наши принадлежат в Святом Крещении уже не нам, а Дух Святом, и только в таинстве брака. Где второй человек становится частью тебя, возможно, вот это изединение душ и телес. За скобками. Возвращаемся к освящению материи. Человек, живущий в тварном мире, христианин, хочет, чтобы всё, связанное с его жизнью, тоже было посвящено Господу Богу. И для этого есть длинные чинопоследования, коротенькие чинопоследования, но всегда видимые. Видимая молитва, видимая вода святая или просто слова священника – масло, вино, хлеб – твоя от твоих, тебе приносящая всех и за вся. От Господа принимаем материю, Господу даём её в дар, получив от него же в своё время в дар всё это. Поэтому такая жизнь христианина нам свойственно благодарить Господа за всё то, что Он нам даёт, и отдавать Ему его же. Ибо в этом кроется главный секрет счастливой, радостной, благополучной жизни во Христе. От тебя нам, от нам к тебе, и пусть Господь будет всяческая во всём, как говорит Писание о последних временах, которые можно уже здесь и сейчас в силе славы иметь в своём сердце через освящение не только наших душ, но и тел, и всего того, чем тела наши пользуются. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.